За моей спиной этот самый знаменитый рынок привоз и сегодня мы поинтересуемся у одесситов поддерживают ли они введение военного положения в их области считают ли они что у власти на это были основания или считают это просто бредом приятного просмотра поехали не хотите извините как вы считаете были ли у власти основания чтобы вводить военное положение в водесской области а чему они таки сработали чему они таки сработали в принципе всем понятно все что ввели военное положение ну как вважаете как я вважаю ну что это все за мотив президента вы можете послушать повный запись переговоров моряк и там все четко ясно а навещу он все зробил ну как навещу потому что им надо про филега я думаю это и так все понятно а почему они тогда это сделали кому там выгодно кому как вы считаете кому вы правите а почему ему это выгодно потому что выберут люди вот спросите вот вы как считаете были основания для ввода военного положения а чему теки зараз ввели почему тогда не ввели а сейчас ввели ну порошенко изгибает говорил, что через две недели война закончится, но война, видите, продолжается. Это была уже война, а не вот эта агрессия или что. Это война. Так почему тогда сейчас ввели? Я думаю, потому что выборы на носу. И думаю, что каждый тянет свой дипломат в свою сторону. Это все. Я не хочу в эту политику. У меня муж своей политикой дома тоже. Он любитель по политике. Споримся. Не хочу. Почему тогда ввели, как вы считаете? Детская область? Да. Мне, честно говоря, все равно. Я думаю, нас это не коснется. Ну, никак. А как вы думаете, были основания, чтобы ввести? Ну, им виднее. Водителей нет. У них свои планы. У нас вот сейчас. Он дурак. Извиняюсь, что я так говорю. А почему? Ну, разве можно? Раньше, когда надо было, когда на Байкане что-то случилось, вот тогда надо было. Он что, не понимает? Весь народ сбунтовался просто не вручал. Он не думает, что народ такой дурак. После введения военного положения взбунтовались или? Ну, почему? Вообще не нужно вот это все делать, то, что он начал делать. Украина сильная и победит все равно. Тебе были ли у власти основания, чтобы вводить военное положение в Одесской области? Почему именно сейчас вот? Почему сейчас? Потому что такие условия. Такие условия сложились. Это не вводить правильным. А почему именно сейчас? Тогда думали, что она закончится раньше. А сейчас уже поняли, что она не закончится никогда. По Украине же вводить военные положения. По亮ами в Украине вводить военные положения. В 10 областях, не по всей Украине. А нужно вводить во все областе. Нужно во всех областях. А почему сейчас именно, как вы считаете? Не знаю, но было раньше водить, когда что-то началось. Сейчас уже, кажется, поздно. Я не комментирую политические вопросы, извините. Совсем никак? Да. Наверное, да. Почему? Ну, потому что, наверное, так нужно и выгодно так, наверное. Власти выгодно? Власти, конечно. А как же защита государства и все остальное? Ну, может быть, и защита государства. Это, как понимать? А почему раньше тогда не ввели? Как вы думаете? Потому что раньше, наверное, было невыгодно, неинтересно было. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Ну, мы думали, что это все фальше. А? Это думали, что все фальше. Специальное обострение. А кто специально сделал это? Это мы думали, что наши власти специально делают обострение, чтобы тянуть время и чтобы что-то выиграть, свою пользу. А тянуть время... Потому что были более серьезные причины. Нужно было сделать военное положение. Сколько людей убивали, сколько людей убило. Почему-то раньше не делали, просили хотя бы депутаты, что давайте военное положение не хотел президент. А сейчас, видно, что-то он себе надумал. Идет себя спокойно, значит, уверен в чем-то. Нет. Нет. Почему? А почему тогда ввели? Оттянуть выбор. Чтоб Порошенко стал опять президентом. Вот и все. А это поможет военное положение ему стать? Нет. Все равно он не станет президентом. Нет. Почему тогда ввели? А кто нас спрашивал? А зачем они это сделали? Потому что не понимаете, зачем они это сделали? Я интересуюсь, что думают об этом люди. А просто затянуть выборы. Перенести. Наш президент хочет еще раз делаться. Но они же на 30 дней ввели. В таком случае вроде не будут переноситься. А кто сказал, что на 30 дней? Не могут еще раз спровоцировать что-то еще? Ведь наши судна еще стоят там, эти штуки, их не выпускают. Они могут еще два раза на 30 дней. Это не беремте, что они... Вы знаете, я вам скажу, как у нас получается взять мифологию. В стадо опцев, есть пастух, который пасет их. Вдруг с леса вышли дикие волки. Пастух испугался, думаю, одну-две овцу заберут. Так и будет. И ушел. Второй раз опцы и волки вышли. Опять. Есть чем поживиться. Что он делает? Да пусть идет стадо все. Лишь бы я был в стороне. Волки наслетятся, что-то им, что-то мне осталось. Нам от верного живут. Как вы считаете, были ли у вас эти основания, чтобы вводить военное положение в Одесскую область? Сейчас все люди будут расстрелять. Такой вопрос. Тогда будет. Я не буду отвечать. Извините, а вы? Стоит у моря голубой один... Сейчас не сказать. Даже не знаю. Трудный вопрос. Я телевизор не смотрю и... Торефишес компании. Мы затрудняемся. Давно пора уже. А почему только сейчас тогда это сделали? Надо подумать. Подумай по себе. А вы ощутили на себе последствия введения? Нет. Ничего не поменялось, да? Ничего. Город мой. Мне кажется, что не было никаких оснований. А почему тогда ввели? Совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Может быть для того, чтобы оттянуть выборы. Может быть для того, чтобы поставить еще одно ФИ в сторону России. Но на самом деле в инциденте надо разбираться. Надо разбираться, что это были за катера. Что они перевозили. Они были правые или левые. Может быть это были какие-то левые катера. Ну, конечно, мне хочется, чтобы наши украинские граждане вернулись назад. Это понятно. Но непонятно, чем они там занимались. Может какой-то контрабандой. Почему они убежали с места? Они дождались, пока Россия что-то разрешит. Но есть целый ряд вопросов. Пока в этих вопросах не разобрались, поднимать вопрос о назначении военного положения, мне кажется, что не совсем правильно. Скажите, а вы на себя ощутили последствия введения? Абсолютно нет. Честно говоря. Абсолютно нет. Доллар вырос. Он как вырос, так упадет. Цены на продукты все равно постоянно растут. Без остановки. Растет доллар или стоит на месте, цены все равно растут. Что еще изменилось? Ну, как бы мне трудно сказать. Мне в армии служить уже не придется. Мне уже за 60, я уже пенсионер. А говорят, что якобы молодых людей будут призывать на какие-то сборы. Но я не вижу в этих сборах ничего плохого, кроме пользы для Украины. Так они пойдут еще раз потренируются, будут лучше защищать нашу Родину. Вот и все. Так что ничего такого страшного не произошло. Устраивать из этого панику точно не стоит. Все будет хорошо и спокойно. Можно вопросом задать? Слушай, я извиняюсь. 4 гривни можно. Ну, реально нет. Извините, можно вопросом задать? Нет, не надо. Извините. Где животные украины? А? Где животные украины? А почему запрещают? Веселый южный край, живи моя Одесса, живи и просветай, как мама, как Одесса. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер! Это Дчитан! Cody храм Theo Та." Слышитvi水я. Горобство. close к Конечно, мы живем внутри страны, и, конечно же, во-первых, мы переживаем то, что происходит в нашем государстве, и очень переживали последние события, которые происходили, и даже когда было объявлено военное положение, мы очень боялись, что праздник в таком масштабе не состоится, и, может быть, нам придется уйти в более узкое праздное. Но слава Богу, что пока мы видим, что это возможно. Я думаю, что это хорошо, что надо добавить людям чуть-чуть радости, надо в эти тяжелые времена для страны добавить чуть-чуть радости, особенно детям получать также просьбы ко Всевышнему, чтобы Он спасал наше государство, Украину, в которой мы живем, чтобы с Божьей помощью мы жили под мирным небом, и чтобы не было у нас тех проблем, которые сегодня, к сожалению, происходят в нашем государстве. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал Страна.юа, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях. До встречи в следующих опросах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok